Юные спасатели со всего Приволжского федерального округа съехались в Саратов на межрегиональные соревнования. В состязаниях школы безопасности принимают участие около 150 учащихся из разных регионов России. В течение трех дней они будут демонстрировать приобретенные навыки и доказывать, что достойны звания настоящего спасателя. Тему продолжит Елена Петрова. Здесь нет лишней секунды, чтобы перевести дух. Любое промедление может стоить участникам соревнований нескольких баллов. Первый этап – круговая эстафета. Каждый член команды должен пробежать около сотни метров, при этом выполнив одно из заданий – забраться по лестнице или за считанные мгновения потушить импровизированный пожар. Рекорд этого тура установила команда из Мариэла. Круг с несколькими препятствиями ребята прошли чуть больше, чем за минуту. Каждая сборная, прежде чем принять участие в состязаниях, стала лучше в своем регионе. Команда из Чувашии к соревнованиям подготовилась основательно. Ребята специализировались на турпоходах. Чтобы составить конкуренцию, им пришлось за несколько месяцев переучиться на пожарно-прикладное направление. Занимались в пожарных частях, там одевали боевки на бумах, пробегали через забор, прыгали. Ну, вот такие основные, как сказать, задачи выполняли. Азарт такой спортивный, ходим в походы каждый раз. Например, выезжаем в августе вообще, например, по всей России. Были в прошлом году на Кавказе центральном, поднимались на Эльбрус. Еще один этап первого дня сборов – силовые состязания. Всего в них принимают участие 14 команд из Приволжского федерального округа. Организаторы говорят, для ребят это неплохая тренировка, а служба спасения здесь подбирает себе подрастающую смену. Дает какой-то толчок для того, чтобы выбрать профессию или в дальнейшем. Потому что большинство, большинство ребят, которые занимаются в данных соревнованиях, как школа безопасности, как юный спасатель, 50%, если не больше, поступают в наши профильные учебные заведения. У участников соревнований есть три дня, чтобы продемонстрировать свои навыки. В среду их ждет еще один этап, самый сложный. Юным спасателям предстоит отправиться в поход, который продлится до четверга. Уже 25 июня судьи подведут итоги и по числу набранных баллов определят лучшего. Команда-победитель будет представлять Приволжский федеральный округ на общероссийских соревнованиях.